В этот раз был качественный иной формат. По сути дела встречались со страной не только президент, но и весь состав правительства и многие недавно назначенные им исполняющие обязанности губернатора. Он начинал свое выступление с необходимости прорыва, прежде всего в научно-технологической области, и закончил выступление крайне необходимой консолидации общества и такого рода прорыва, без которого мы можем окончательно отстать и даже не успеть в последний вагон, убегающего мирового поля. Я абсолютно согласен с такой постановкой, правда добавил бы еще той идеи, которую он два дня назад высказывал, или у нас будет суверенитет, или без суверенитета не будет нашей державы. Но хочу вам всем напомнить, что в мире более двухсот стран и лишь десяток имеют тысячелетнюю историю. Всего несколько государств, которые за свою историю изобрели все виды научно-технического и художественного творчества. Но лишь две страны в мире, которые за последние пятьсот лет не теряли суверенитета, это наша держава и Англия. Поэтому для нас вопрос суверенитета – это вопрос исторического выживания, и мы обязаны все сделать, чтобы он был реальный. Реального полноценного суверенитета у нас сегодня нет, потому что в ведущих отраслях экономики от 45 до 95 процентов принадлежит иностранному капиталу, и они нам могут продиктовать свои условия. Тем более, те санкции, которые накладывает Трамп и Запад, с каждым разом все усугубляются и осложняют нам жизнь. Вместе с тем, когда президент выступал своим посланием, он жестко поставил задачу выйти на мировые темпы экономического развития. Мировые темпы сложились в прошлом году более 3,5%, в этом году держатся примерно на том же самом уровне, а мы топчемся вокруг 1,5%, если отбросить сырьевую составляющую, не будет и этого. Но надо учитывать, чтобы сохранить свой суверенитет и перспективу, мы почти последние 100 лет имели темпы выше мировых. Только последние 10 лет наши темпы просили, и мы потеряли очень много. Тогда возникает вопрос, и я хотел сегодня обстоятельно услышать ответ на него, каким образом мы будем выходить на мировые темпы. Более того, в своем послании президент потребовал, чтобы выработка ВВП на человека выросла за эти 6 лет 1,5 раза. А это значит, что надо выходить на темпы примерно 6-7%. На мой взгляд, задача в принципе реальная, но при одном жестком условии. Если либеральный рыночный курс будет заменен на курс созидания, курс освоения суперсовременных технологий, курс, который направлен на мобилизацию всех ресурсов во имя интересов граждан страны и внутреннего развития, курс, который позволит реализовать всем талантливым людям свои возможности. Такого курса нет, и сегодня выступая президент, снова подтвердил свою приверженность либерально-рыночным отношениям. Олигархию этих 200 упырей, которые захватили основные национальные богатства, трогать не будем. Прогрессивную шкалу не надо вводить, не соберем. Это полная ерунда. 20 стран передовых мира, 19 вели и собирают. И собирают, делают правильно. Таким образом вы будете консолидировать общество, для того, чтобы оно действовало по общей программе. Если у вас жуткий раскол, который нарастает. Если одни богатеют, эти 200 кланов умножили свои богатства и сосредоточили в руках почти 500 миллиардов долларов. А население 45-й месяц подряд продолжает терять свои доходы. Когда заявляют о том, что доходы якобы растут, это неверная статистика. Тут же ему, задавая вопросы, подтвердили и учителя, и преподаватели, и врачи, и медсестры, что за последние месяцы они потеряли очень в значительной степени свои доходы. Перед президентским выбором добавили. А начиная с МГУ, сейчас некоторым убавили, а то и у половини. Тогда откуда выросли эти доходы, этим, собственно говоря, и не пахнет. Это можно посмотреть по покупателям способностей и по магазинам. Что касается реального выхода и возможности реализовать его установки посланий. На мой взгляд, у нас нет никаких ограничений для того, чтобы выйти на темпы в два раза выше мировых. Что касается капитала, у нас только в банках заморожено 26 триллионов рублей. Банки – это институт развития, а не институт спекуляции. Банки обязаны выдавать соответствующие кредиты для того, чтобы развивалось производство. У нас мощности на производстве загружены на 60%, а в высокотехнологических отраслях на 40-50%. Желаете поддержать, дайте нормальные кредиты, гарантируйте государством, и завтра вы получите отменную продукцию в большом количестве. Если посмотреть рабочую силу, в прошлый раз он ставил задачу в своих указах 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест создать. Ее провалили с треском. А сегодня подумаем, давайте, как использовать талантливых людей. В 2016 году из страны убежало 20 тысяч, а в прошлом году 42 тысячи. И продолжают убежать. Не в страну бегут, а из страны бегут. Наиболее грамотные и квалифицированные. У вас есть такие кадры. Тогда создайте им условия, чтобы они вернулись. Эффективно очень работают. Если взять приоритеты, у нас есть несколько отраслей, которые работали и продолжают работать на мировом уровне. Это атомная энергетика, это ракетно-космическая техника, авиационная техника. Почему мы закупаем Боинги и не развиваем свое производство? Почему мы тоже супер-жет никак не доведем до ума и новые самолеты никак не поставим на крыло? Сейчас американцы отказали в закупке большой партии самолетов Ирана. Мы могли занять этот рынок и великолепно работать на этом рынке. На 15 авиационных заводах мы еще недавно производили полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий в мире пассажир летал на Илах и Тушку. Можно развивать эти три направления. Не слышу, каким образом, почему не вкладывают туда ресурсы. У нас можно подтянуть целый ряд отраслей, без которых мы не справимся с задачей. Это прежде всего станкостроение, электроника, приборостроение, биотехнологии, интеллект. Совершенно у нас высшего класса математики. Но они сидят где-то у Белогейца, у Боинга, занимаются в лабораториях Европы. Почему мы их не загрузили и не дали им возможность развиваться. Я в четырехчасовом выступлении не слышу о главных приоритетах, без которых невозможно выполнить те установки, которые президент высказал в своем послании. Я это не слышал и у министров. Говорят о частности. Да, это надо решать. Но если вы собираетесь с кем-то соперничать, выходить на мировые темпы и уровни, вы должны думать не одним годом и тремя месяцем. Вы должны думать пятилетками, десятилетками и двигаться вперед. Так сегодня думают все ведущие страны. Все 20 стран имеют программы. Большинство программ на 10-20, китайцы на 40-50 лет вперед и так далее. Почему мы этот уникальный опыт не берем с собой? По моей инициативе Дума приняла закон о промышленной политике и планировании и закон о стратегическом планировании. Мы ее предложили, с президентом судили, согласился, договорились попытаться создать соответствующие программы. Отдали в прошлое правительство. Оно его заморозило на три года. Почему? Потому что ни кадров не оказалось, ни технологий, ни порядка стыковки этих программ и так далее. Вот в этом году надо снова приступать к реализации этого стратегического плана. На эту тему нет ответа и разговора ни одного министра. Что касается сырьевых ресурсов. Долго и подробно объясняли, почему бензин вырос почти на 10%. Если брать к маю, это полное безобразие. Это, во-первых, абсолютная беспомощность правительства, которые не в состоянии отрегулировать элементарные вещи в стране, где добывается по 3 тонны нефти на человека. Мы все имеем золотой запас. Это полная беспомощность того федеральной службы антимонопольной, которая нифига не делает. Если бы это в Америке случилось, их антимонопольная служба раздела бы эти компании, а то и посадили бы немедленно, кто это допустил. А эти разводят руками. На 5 рублей выросла солярка в цене и бензин ключевой. И вроде ничего сделать не могут. И правда, могут. Если бы захотели в первый день сделать, подняли бы пошлины внешние, и все бы это закончилось. Моментально закончилось. Но это еще свидетельствует о нежелании решать эти проблемы. У нас полная монополия в этой сфере. Четыре крупные компании владеют абсолютно сговорились, договорились. Тут скорее пахнет криминально сговорными делами, нежели реальным регулированием цен. Могу напомнить, рынок-то везде. В Иране литбензина стоит 17 рублей. В Венесуэле один цент, это сколько там, меньше рубля. Если посмотреть в Сирии, то в два раза меньше, чем у нас стоит. Почему у нас, когда имеем море нефти и газа, цены на бензин, солярку, по сути дела, удушили всю страну? Удушили и частника, удушили и производство, удушили и малый и средний бизнес. И сейчас вся эта цепочка расползется по всем товарам. Но самое потрясающее, это происходит как раз тогда, когда надо сеять, готовить, готовиться к уборке, начинать эту самую траву косить и остальное. Легко считается. У нас 80 миллионов гектаров пашни. Солярка подорожала сейчас на 4-5 рублей. Это значит, для того, чтобы 1 гектар посеять, на 700 рублей выросла цена. Умножаете 700 на 80 миллионов, 56 миллиардов сразу украли из кармана сельского хозяйства, из кармана крестьянина. И сидят, пожимают плечи. На мой взгляд, наиболее так удачно и эффективно опять были рассмотрены внешние вопросы. Правда, Владимир Владимирович очень аккуратно подходил. Это все партнеры, все друзья, все товарищи. На ты и на вы. Но надо помнить одну простую вещь. Мы для американцев и для саксов главные конкуренты. Они считали, что после 91-го года нас удушили. Мы стали снова восставать, снова отставить свои интересы, снова заявлять в своем характере, снова демонстрировать свою безопасность. Им это жутко не нравится. Да, войной большой пойти не могут, но психологическую развязали. Против спортивной, просто из штанов выпрыгивали, особенно англичане. Пытались бойкотировать наш мировой чемпионат по футболу. Что касается олимпийских и зимних, вы помните, с чем это было? И это будет продолжаться. У нас почти на всех начальников наложили санкции. Мы считали трое. Кудрин, этот самый Чубайс и еще кто-то. А? Набиулина. Ну и Набиулина, да. Почему? Да потому что недавно Михалков молодец. Я знаю, как ему хватает воли и мужества. Он бесогон свой проталкивает на Вести 24. Вам спасибо тоже показывают. Он показал, как этот самый наш главный приватизатор продавал вашу национальную собственность за тысячу лет. Корабль гигантский по стоимости двух иномарок. Завод 40 тысяч работающих по стоимости трех иномарок. Ну это просто сумасшедший дом. Но он загнал-то вашей собственности на один триллион долларов. А продал за 7,2 миллиарда долларов. За это в любой стране к стенке поставят. А здесь и не захотели рассматривать. У нас, мы же проверяли, здесь 10 томов лежит. Счетная палата Степашин представил и пять раз вносил. Отказались рассматривать. И сейчас сидит тот же Кудрин своим центром. И предлагают, давайте продадим оставшиеся. И будем сидеть, рассказывать басни о своем суверенитете. На мой взгляд, сейчас переломный момент. Вот это его обращение к гражданам, оно имеет долгосрочную основу. Но надо убрать противоречие. Оно серьезное и глубокое. Сегодня снова было вскрыто. Хотите принять вызовы? Мобилизуйте ваши ресурсы. Хотите, чтобы общее было сплоченным? Прекратите этот дикий раскол, когда одни богатеют, то пухнут. И не знают, куда деньги девать. А вторые не знают, как концы с концами свести. Хотите проявить реальную заботу об онкологии? Пять корпусов построили на коширке, я помогал. Пять корпусов, 12 миллиардов рублей затратили. Третий год не могу добиться. Три с половиной миллиарда, чтобы оборудование туда завести. Нам сегодня рассказывали, и женщина, молодая врач выступала, умница, талантливая. Вот будет диагноз, вот будет исследование, вот будет методика лечения, вот будет результат. При нынешнем раннем диагнозировании из 10-9 лечатся. Я там был, там дети в этих самых, в этом прекрасном учреждении лежат в коридоре вместе с родителями. А этот пять корпусов, третий год стоят пустые, так деньги еще до конца не отдали. Вот сейчас сегодня ходил, смотрел, чтобы эти деньги отдали. На Елизаветинскую больницу в Ленинграде, это старейшая больница, чтобы не забыли Артек, чтобы решили проблему с детьми Донбасса и так далее. Надо поблагодарить и Шургунова, и Захара Прилепина. Они задали два главных вопроса. Это наши писатели, талантливые. Один попросил, вы же за свободу, что ж вы, ребят, засадили в тюрьму только за то, что они предложили об ответственности власти провести национальный референд. А я считаю, вот сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить. Это полное безумие. А сейчас мужик не доживает до пенсии, 100 человек, 45 не доживает, будет 70 не доживать. Даже на похоронку не дают ему за то, из тех денег, которые он платил для пенсии. Сегодня давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл повышать пенсию на пять лет при иной же ситуации. Показывают вот там Европе. Заплатите такие деньги, такие зарплаты, такие пенсии, как и в Европе. У нас пенсия в два раза меньше, чем в Эстонии и в три раза меньше, чем Польша. Я уж не говорю там о Германии, Франции и так далее. Тогда введите такие порядки. Сегодня во всех вопросах слышалась большая озабоченность граждан, взволнованность, проблем моря. Я понимаю, что президент готовился тщательно к этому выступлению. Он чувствует это, но когда начинают рассказывать снизу, что совсем не та пенсия, зарплата, которая была в его указах, то тут возникает некоторое замешательство. Надо научиться слушать граждан не один-два раза в году, а каждый день. Для этого надо ввести персональную ответственность. Об этом сегодня начинал и в конце, и губернаторы, и министры, и остальные. Но персональная ответственность должна начинаться с чёской программы. Если вы поставили задачу выйти на мировые темпы, то под этой темпы нужна реальная программа, нужен план, нужна мобилизация ресурсов. Когда он здесь представлял Медведеву, я сказал, хотите выполнять эту программу, завтра у вас должно быть в кармане 10 триллионов рублей. Бюджет развития начинается не с 15 триллионов, как сегодня, а с 25. Могу доказать как математическую формулу, почему. В противном случае всё это будут опять общие пожелания. А пожелания общие никуда не пришьёшь. Нам сейчас очень важно действительно выйти на мировые темпы. И для этого есть уникальный опыт. И советский опыт, пожалуйста, 15-17% 20 лет подряд. И китайский опыт 30 лет подряд 10-12% и стали мировой державой. И германский опыт послевоенный. И уникальный опыт Примакова, Маслякова, Герасченко, когда за год дали прирост в 24% промышленности. Никакого тут секрета нет. Для этого надо мобилизовать ресурсы, надо иметь сильный финансово-экономический блок. Никакие Орешкины, Силуановы и им подобные на это не способны. Собираетесь реализовать эту программу? Отмобилизуйте туда лучшие силы и кадры и заставьте их эффективно работать. Я думаю, встреча была полезная. Но она лично у меня вызывает больше озабоченности, потому что те установки, которые он высказал в своем послании, абсолютно верные, не стыкуются с теми предложениями, которые звучат из нынешнего правительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин